Война на истощение. Зачем Путин поменял военную тактику? Как Украина переживет затяжную войну? И почему Британия готовится к Третьей мировой? Надежды Путина на блицкрик провалились еще три с половиной месяца назад, и Россия начала вести войну на истощение, в которой украинцы платят высокую цену. Ситуация на передовой для украинских военных крайне сложная, а битва за Северодонецк одна из самых трудных с начала полномасштабного вторжения. Все ведущие экономисты убеждены, у России хватит ресурсов вести войну годами. Потенциальный план Путина – уничтожать не только людей, инфраструктуру, чтобы захватывать территории, а и нанести максимально серьезный ущерб экономике страны. Были цель направленно уничтожены, продолжаются удары по единственному в Украине нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Мы видим, что наносятся цель направленно удары по промышленным объектам. Поставки современного вооружения увеличат шансы на освобождение Донбасса из-под контроля России. Однако они постоянно затягиваются. Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде ориентировочно через месяц согласуют пакет помощи Украине, который поможет стране перейти от старого советского оружия к НАТОвскому. Далекобийная артиллерия и реактивные системы завопа в огне, вот типа тех известных американских «Аймерс». Для того, чтобы уничтожить склады с боеприпасами, уничтожить их логистические центры. И, соответственно, это такая слабшая ланка российской армии. В Британии всерьез заговорили о Третьей мировой. Новый командующий британской армии призвал готовиться сражаться с Россией. Генерал Патрик Сандерс стал первым начальником генштаба с 1941 года, который принял командование армией в условиях вероятной сухопутной войны в Европе с участием континентальных держав. Британцы сейчас занимают свою определенную нишу международной политики. Выйдя из Европейского Союза, они пытаются доминировать или даже показать свое доминирование. Поэтому активизация Джонсона, премьер-министра, по вопросу Украины, по вопросу войны, поддержки, она очень на высоком уровне. Британский премьер-министр Борис Джонсон предлагает Западу план из четырех пунктов. Первое – обеспечить Украину оружием и обучать украинских военных. В перспективе за 120 дней готовить около 10 тысяч украинских военных. Что равно количество украинцев, прошедших военную подготовку за семь лет перед широкомасштабным вторжением. Мы понимаем, что третья мировая война, не дай бог, это уже ядерная война. Мы пока еще не перешли эту фазу к предпосылкам к третьей мировой войне. Но, конечно, готовиться нужно однозначно, потому что пока не прослеживаются никакие конструктивные точки соприкосновения в геополитическом контексте между Западом и страной-агрессором Российской Федерации. Второй пункт Джонсона – финансовая помощь. Чтобы социальная инфраструктура не упала и правительство продолжало выплачивать зарплаты и пенсии, а также могло финансировать отстройку страны. Мы должны понимать, что Украине сегодня необходимы очень серьезные расходы, связанные не только с социальной сферой, но и в том числе и с ведением войны. То есть это покупка вооружения. Мы не можем полагаться только на бесплатные поставки. Наступление осенне-зимнего периода будет требовать дополнительных закупок природного газа. И я уверен, что Путин здесь применит все меры своей гибридной агрессии, чтобы усложнить этот процесс. По грубым подсчетам экономистов, на ведение войны Украине нужно 5 миллиардов в месяц. Из-за блокировки россиянами украинского зерна в портах Украина теряет около 30% от общего товарного экспорта. Чтобы понять важность, доход от экспорта этого зерна в довоенный период обеспечивал порядка половины ВВП. Они понимают, насколько нам это важно, насколько это для Украины стратегически важный момент. И они до последнего будут использовать его даже в каких-то переговорных, формальных, неформальных консультациях. И с Западом, и им возможности с Украиной. Это и есть третий пункт Джонсона. Обеспечить по суше маршруты для экспорта украинского продовольствия. И прежде всего зерна. Чтобы сохранить поступление в украинскую экономику и спасти мир от голода и хаоса. Чтобы выйти на необходимые объемы экспорта зерновой продукции, Украине нужно освободить юг, разблокировать морской путь, усеянный минами. А для этого необходимо соответствующее вооружение и дипломатическая поддержка. В частности, через ООН по созданию безопасного коридора из Одессы. В акватории Черного моря собраны флоты и черноморский, и балтийский, и певничный. Там такие сборные, такие съединения с трех флотов. И этому нужно противоставить, конечно, что соответствующие ресурсы. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, ситуация на передовой напряженная, сложная, и Россия бросила сейчас очень большие ресурсы. Несмотря на заявление, до 1 июня, потом до 1 июля выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, украинские защитники продолжают удерживать позиции. Они сейчас контролируют центр города Северодонецк, но до сих пор идут бои в других районах города. По словам президента Владимира Зеленского, на войне гибнет от 60 до 100 военнослужащих в день. Позже Давида Рахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», озвучивал большие цифры – от 200 до 500 украинских военных. По данным украинской власти, потери России значительно выше. По состоянию на 19 июня они составляют 33 600 оккупантов. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями и подписывайтесь на канал Новости Донбасса. Новости Донбасса